Буэнос диас, амигос. Меня зовут Настя. Как вы видите, у меня сегодня а-ля мексиканский мукбанг. Так, тепленько. Ну, вроде, грело. Я расскажу, расскажу. В кисадиле чили, ну, типа чили кон карне, но в вегетарианском называется чили нон карне, кукурузка, какая же мексика без кукурузки, гуакамоле, острый перчик, лайм, лайм, напиточек. Ну, я взяла мохито, ну, сейчас мы туда еще лаймы. Я подогрела, конечно, но что-то, ладно. Тепленько, приятнее есть, чем кипяток, да? Хотя, кому как. Кисадиле, а? У меня всегда одинаковый рецеп, мой любимый. Это помидоры, лук, перец, болгарские, грибы, шампиньоны жареные. Ну, любые грибы. Бешенки могут быть жареные, заранее в специях с чесноком. Ну, можно всякие специи добавить. Типа, ничего, не надо болять. Идеально. Сейчас расскажу. Гуакамоле тоже сюда по классике делала. Авокадо, лук красный, помидорка. Ну, либо кинза, либо петрушка. Кориандр, ну, никогда не было, никогда с кориандр просто не делала. Ну, зелье кориандр. Сок лайма, соль, перец, либо оливковое масло, либо какое-нибудь. У меня, я вот сегодня добавила масло грецкого ореха. Острый перец не стала добавлять. Просто помолола смесь перцев. Я сюда просто добавила острый перец. О чем я так много? О, я вот сюда одну. Я делала по рецепту. Я не буду выкладывать, потому что вы можете найти, увезти. Фарш, лук, помидоры, перец, чеснок, томаты, я прям натерла томаты, и фасоль красная. Фарш я этот, хай, перец острый. Ну, а ябка, но острая. О, мне сразу жарко стало. Ну, уже отходит. Надо было сметанки взять. Потому что можно еще добавить сметаны. Все люблю. Это я люблю все. Кукурузка сладкая. Четыре початка. Ну, это вот такие початки были. Это половинка. Четыре початка. На рынке, в общем. Ммм. Со 100 рублей. Вот мама сказала, что я там втюхивала. Она говорит, ну, возьмите, возьмите. Вот они сладкие, вкусные. Четыре штуки за 100 рублей. Мама говорит, ну, ладно. Умею что уговаривать. Они действительно сладкие. Потому что мы до этого брали здесь на рынке, здесь в городе. В овощном, да ларьке, но вообще было такое невкусное. Такая невкусная. Я все не съем. Так, понадкусываю. Ммм. Из специи положила орегано и молотую зиру. Не остро, пряно. Нормально. Терпимо. Знаете, я делаю так. Что я хотела на что-то ответить? Как всегда. Ну, я не могу. Я люблю. Ну, кстати. Ммм. Там уже предлагают идеи в телевидении. Коллеги, я уже выложила. Намек на кухню. Ммм. Что-то пишет буррито там, по-моему. Как-нибудь все равно еще будет мексиканская кухня. Ну, а-ля мексиканская кухня, что-нибудь такое. А приготовили буррито. Ммм. Настоялось острое сало. Потому что когда я только приготовила, я попробовала, был вообще не остро. Ммм. Часок постояла. Там вот такую малюшку положила. Но для меня кальций терпимо. Это, кстати, вся порция. Это на баночку кукурузы вышло. На один перчик. По фаршу не скажу на глаз. Помидоры просто терло-терло, чтобы жиденько было. Ммм. Ммм. Вкусно. Ммм. 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 Ем пока. Я делаю на камеру. Я это первое что попадется. Потому чтоけ я никогда не скринила. Ну я потом пересмотрю. вот про вот это про спортивные снаряды спросил не знаю у вас в углу спортивные снаряды вы занимаетесь у меня мечта купить велосипед, но дороговато и ставить некуда в квартире очень хотелось бы приятной неделе, мира и добра благодарю нет не занимаюсь у них не люблю каждому свое но я вот это вот монотонное занятие на спортивных снарядах это вообще не для меня нет монотонно на одном месте у меня задорожать начинает минут пять у меня хватает и все не море же это очень покупает а вы думаете он занимается нет ну раз пару раз в год бывает не он нападет нет, бывает нападет может там неделю позаниматься и потом опять забросает я нашла для себя идеальный вид спорта физической нагрузки это йога за то, что мне нравится мне кажется каждый должен свое найти просто ну в принципе наверное могу там например и могу так сказать типа что там как называется фитнес я забыла из головы вылетела ну-то под музыку делают поняли а робика, да? пилатес, робик что-то такое еще могу, конечно но йога это мне помогает с моей-то нервной системой плюс там же медитация в конце небольшие мне не нравится в общем заниматься на таком что вкуснуть еще чуть-чуть эти острые зернышки я могу у вас есть целиком там и все но просто потом есть не очень приятно становится после острова так бы и вкус особо не чувствовать не чувствуешь как моя ребятка умеренность риту ну да, наверное, дорого дает сподобствует а место надо ну они вот классно они в моей комнате сделали и офис и спортивный зал сушилка-голодилка вообще очень удобно вот еще тренажер стоит огромный такой какой-то специальный вытягивает позвоночник в общем не знаю, как он называется за ноги себя привязываешь переворачиваешься вот так вот вот такая раз она вот так переворачиваешься и вот так висишь такой огромный такой огромный выж меня да не то, что прямо высокая так острота пошла Настя не хотите переехать в другой город может в планах было это вилса пока нет раньше в планах было давно да, помните я рассказывала про парня-то который ну последние мои отношения которые херов были в какой-то момент я все он приехал он говорит все, поехали ну я вот такая вся конечно хоть куда лишь бы так не мучиться быть рядом уже вещи собрала и все в Новосибирск родители отговорили у нас двоих вот так пока нет я уже говорила что наверное для меня хотя не знаю может со временем я говорила что мне важно в плане хочу где-нибудь в лесу в доме жить такое просто я думаю важно ли мне в какой стране или в каком городе не хочу просто кое-что говорить заведевать политические аспекты нет в планах нет кто-то блин спрашивал где я не могу найти вопрос в общем меня спрашивал смотрю ли я битву экстрасенсов а вот и нашла лера сан я кстати только не поняла она написала что на кузнецке очень крутой парк аттракционов ракушки мой любимый детский был а ты я просто не знала что ты ты либо жила данному кузнецке либо это либо была или как просто я когда-то прочитала думаю ни в кого я не знала я просто давно на меня подписана я знаю как бы не помню что ты говорила что-то про на кузнецке были ли у тебя и твоих друзей блин я вот на этот вопрос не думала я потом подумаю на то вопрос про мистические случаи мне кажется что нет что я даже не вспомню смотрела битву экстрасовестом и веришь ли в них ой не знаю guilty play это мое или нет я думала я сразу скажу что да что смотрю и вот сейчас буду смотреть естественно я бы все смотрела мне нравится смотреть еще раз последний режим вообще их так мне нравится как красиво вот это все у них макияж прически вот это образы их такие из зала такой красивый ну вот мне нравится антураж красиво смотрится очень такой ведьминский мне нравится мне же такое нравится я люблю всякие знаете мистические сериалы связаны с волшебством с ведьмами поэтому как шоу мне нравится смотреть стыдно ли мне это просто про guilty pleasure мое это или нет наверное нет не стыдно вот жук смотри смотрю вообще пофиг что хотите пишите веришь ли ты в них и конкретно в них в которые в шоу вряд ли но в целом думаю что мне нравится эта идея что возможно есть люди с способностями с каким-то вот так для меня мне так интереснее жить веселее какой ужастик посоветуешь тоже не подготовилась к вопросу по ужастикам кстати сразу колесе на вам вот такой список я вообще по ужастикам мало что смотрела в детском каком подростком в детском возрасте дали с родителями в кино ходили на ужасы не знаю я всегда говорю у меня заготовлены есть ответ я всегда говорю что мой любимый саундхилл я смотрела только все старенькие вот какие-то вот фильм ужаса пусть будет саундхилл я его люблю и в принципе советую уже объел наелась буду заканчивать блин вот мистические случаи вообще не знаю не припомню даже если мне кто-то что-то и рассказываю я уже ой все ребята садили сколько сожрала благодарю все за просмотр всем чао какао